По состоянию на 4 января 2021 года в Одесской области зарегистрировано 72 600 случаев коронавирусной болезни, подтвержденный методом ПЦР. Ситуация по Одессе. В городе зарегистрировано 32 614 случаев коронавирусной болезни, из которых 184 пациента находятся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице. 128 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 4 пациента на СИПАП, у 52 пациентов в состоянии средней тяжести. Всего выздоровевших от коронавирусной болезни зарегистрировано 22 946 человек. Процент выздоровления в городе на сегодня составляет 70,4%, по Украине 67,9%. 8 737 пациентов с COVID из числа жителей города проходят лечение на дому, находятся на самоизоляции, проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Всего летальных случаев за период эпидемии по области 1062 случая. Летальных случаев по учреждениям города Одессы 519. За текущую неделю минимальный показатель заболеваемости по Одессе составил 93 человека 28 декабря и максимальный 447 30 декабря. Минимальное число пациентов с COVID в инфекционной больнице 176 1 января и максимальный 249 28 декабря. Оперативная информация на 4 января о жителях Одесской области, находящихся в больницах города Одессы. Всего 12 человек. Беляевский район 5 человек, Ивановский 1, Лиманский 2, Ананевский 1, Татарбунарский 1, Арциский 1. И есть жительница Николаевской области во втором роддоме. Один секундочку, еще раз эту информацию. Сколько в КВО иногородних? 12. 12 человек. Все понятно. С момента открытия учреждений здравоохранения города Одессы для госпитализации пациентов с COVID и подозрением на COVID до 31 декабря 2020 года пролечено Инфекционные больницы. 6 930 случаев пациентов с COVID-440. Первая больница. Всего 402 пациентов с COVID-387. Пятая больница. Всего 2559 с COVID-1201. Десятая больница. Всего 802 пациента с COVID-382. Итого, за год за это время 10 693 с COVID-6370. По различным методикам диагностики COVID информация следующая. Тестов ИФА 53 601. Из них иммуноглобулины М 33 700 положительных 2494. Иммуноглобулины G 19 901. Положительных результатов 3388. Тестов ПЦР 32 448. Родильный дом номер 2 размещает беременных женщин с подозрением на COVID и с COVID-ом. Подтверженный COVID у 11 пациентов. 7 жительниц Одессы, 3 жительницы Одесской области и 1 жительница Николаевской области. Продолжает работу 5 мобильных бригад Центра неотложной помощи. Бригадами за весь период проведено 13 840 тестирований на COVID за последнюю неделю 327. Продолжаются работы по обеспечению централизованного кислорода обеспечения в учрежениях здравоохранения. Установлены 5 криоцилиндров по 2000 литров. Для ГКБ номер 1 2, для инфекционной 1, для 8 1, для 10 1. Работы по модернизации централизованной системы кислорода обеспечения для детской третьей больницы на 48 точек и для родильного дома номер 2 на 28 точек завершены. Информация касательно вакцинирования. 30 декабря 2020 года Министерство здравоохранения Украины заявило о контракте на поставки китайской вакцины от коронавируса. Всего предполагается поставка 1,9 миллиона доз вакцины. По поручению президента Украины Владимира Зеленского, Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины максимально короткие сроки вакцины от COVID-19. Производство компании Sinovac Biotech говорится в сообщении. Поставщиком китайской вакцины на Украину будет предприятие Lehim. 1,9 миллиона доз купят по цене 504 гривны за дозу, примерно 17 долларов. Препарат Коронавак, разработанный Sinovac Biotech, живая вакцина, выпускается в шприце и хранится при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов. Сейчас клинические испытания Коронавак проводятся в Бразилии, завершаются 7 января 2021 года. Будьте лозии 1600 пациентов, эффективность 97% по промежуточным данным третьей фазы клинических испытаний. В Турции 1325 пациентов, эффективность 91%. Ожидается, что для применения в Китае препарат одобрят в 2021 году, в январе. На получение одобрения ВОЗ документы подадут в феврале 2021 года. Первая партия вакцины, 700 тысяч доз, отправится в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, после того, как препарат получит одобрение компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии и других стран. Закупки китайской вакцины пройдут, помимо участия Украины в КОВАКС, в глобальной программе по вакцинации от коронавируса, разработанной Всемирной организацией здравоохранения. Массовая иммунизация будет осуществляться в соответствии с дорожной картой по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, утвержденной приказом МОЗ Украины от 24.12. Дорожная карта разработана для обеспечения надлежащего и равного доступа к эффективной вакцины против коронавирусной болезни для всего населения Украины, которое должно его получить. Дорожная карта подготовлена с участием национальных и международных партнеров в сфере общественного здоровья, иммунизации и была рассмотрена на заседании оперативного штаба Минздрава Украины по реагированию на ситуацию по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации. Успех реализации дорожной карты зависит от партнерства и тешного сотрудничества с региональными представителями Учреждения общественного здоровья, здравоохранения, органами местного самоуправления и общественностью. В состав дорожной карты по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19 входит в следующие разделы. Эпидемическая ситуация с заболеваемостью на COVID в Украине. Координация процесса внедрения вакцины от COVID на национальном и региональных уровень. Цель и цели внедрения вакцины от COVID. Состояние разработки вакцин от COVID, определение целевых групп для вакцинации, целевые показатели для охвата населения компаний по вакцинации, этапы развертывания компаний по вакцинации, способы организации компаний по вакцинации, обеспечение доступа к вакцинам от COVID-19 граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, способности холодовой цепи для хранения вакцин, регуляторные вопросы внедрения вакцин, мониторинг охвата вакцинации, пути получения вакцин, обучение и подготовка персонала для осуществления вакцинации, коммуникационная и информационная поддержка вакцинации. По состоянию на 31-12 в возрасте здравоохранения проведены расходы на поощрительные выплаты медицинским работникам из бюджета всех уровней, а также и средств НЦЗУ. Выплаты проводятся в семи коммунальных предприятиях, городская инфекционная больница, горбольницы 1-10-5, городская детская больница 3, роддом номер 2 и городской центр неотложной помощи. Общая сумма выплат за 8 месяцев составила 131 миллион гривен. Также хочется в конце доклада отметить, что медицинские работники, которые дежурили в новогоднюю ночь, благодарят мэра города Геннадия Леонидовича Труханова за поздравления и имеет очень позитивные отзывы. Большое вам спасибо, Геннадий Леонидович, от медицинских работников.